Здравствуйте! Это программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории округа зарегистрировано 206 происшествий. Из них 12 преступлений, из которых 8 раскрыто, по 4 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 45 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено два лица, числящиеся как без вести пропавшие. За неделю произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек. Причинен материальный ущерб. Так, 25 января 2018 года в дежурную часть МВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что в окружную больницу с санавиацией доставлен мужчина, 54 года рождения, с телесными повреждениями и помещен в хирургическое отделение. Сотрудниками полиции установлено, что пострадавший является водителем и травмы получил за день до поступления в больницу в результате опрокидывания автомобиля «Урал», на котором он спускался к ледовой переправе через реку Колва, двигаясь по временной зимней автодороге на 36-м километре от Тединского нефтяного месторождения. Стражи порядка убедительно просят жителей округа, будьте предельно внимательны и аккуратны при движении по зимнику, учитывайте особенности и техническое состояние транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия. 23 января 2018 года в городе Наринмаре и поселке Искателей зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних детей. В первом случае водитель Лады, подъезжая к перекрестку улиц Ненецкая-Оленная города Наринмара, не сразу заметил мальчика 8 лет из-за остановившегося у перекрестка автомобиля. Ребенок перебегал проезжую часть дороги по пешеходному переходу. К счастью, водитель Лады двигался на небольшой скорости и при торможении незначительно задел передней фарой автомобиля несовершеннолетнего. В поселке Искатели мальчик 2009 года рождения, перескочив в металлическое ограждение, перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Когда он заметил приближающийся автомобиль, испугавшись, остановился на середине проезжей части дороги. При этом поскользнулся и ногой задел колесо автомобиля. Окружная госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее на дороге. Родители, объясните своим детям, чтобы перед переходом дороги они обязательно смотрели по сторонам, оценивая дорожную обстановку. Объясните, чем опасна игра у дороги. Используйте световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники МВД России по НАО провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 24 по 25 января 2018 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Проверено 188 адресов. Выдано 146 квитанций для оплаты. Проведено 79 бесед. Предоставлено 6 оплаченных квитанций на сумму 4560 рублей. Выявлено 5 административных правонарушений. В минувший четверг в целях проверки подлинности водительских удостоверений сотрудниками окружной госавтоинспекции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Идентификация». Проверено 50 транспортных средств, 50 водительских удостоверений. Выявлено 5 административных правонарушений. 26 января 2018 года в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в селе Великовисочное произошло убийство мужчины 82 года рождения. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Полицейскими в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в процессе совместного распития спиртного между двумя ранее судимыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому одно ножевое ранение в область шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте. Наритмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 21 января 2018 года в дежурную часть окружной полиции обратился житель региона с сообщением о том, что он стал жертвой интернет-мошенников. Как стало известно полицейским, в начале января этого года родственник заявителя по его просьбе с целью приобретения запчасти для своего автомобиля разместил в сети интернет объявления, указав свои контактные данные. Через некоторое время ему на телефон позвонил неизвестный мужчина, представившись работником автомагазина. Предложил искомый товар по низкой стоимости и прислал на электронную почту фотографии, договор и реквизиты организации. Покупатель оплатил заказ, переведя с банковской карты денежные средства в сумме 32 тысячи рублей на банковскую карту продавца. После чего работник автомагазина сообщил ему, что запчасть передана в транспортную компанию. Но по истечении срока доставки заказанный товар не пришел заказчику. Чтобы узнать причину задержки доставки, мужчина звонил продавцу несколько дней, но трубку никто не взял. Поняв, что он стал жертвой мошенников, покупатель обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу получена информация о том, что в поселке Варандей двое граждан незаконно реализуют алкоголь. Стражами порядка установлено, что граждане осуществляли продажу спиртных напитков, не имея при этом разрешения на осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. У нелегальных предпринимателей изъято 365 литров спиртосодержащей продукции для направления ее на экспертизу проверки подлинности акцизных марок. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В преддверии дня российского студенчества в регионах страны прошла общероссийская акция «Студенческий десант». Данная акция прошла в стенах Управления МВД России по Ненецкому автономному округу с 20 по 24 января 2018 года. В первый день стажировки для студентов была организована встреча с ветераном Совета ветеранов МВД России по Ненецкому автономному округу Кожевиным Виталием Васильевичем, который ознакомил с историей образования окружного управления, рассказал о службе, о коллегах и в завершении выступления пожелал студентам удачи в выборе профессии. Кроме того, студентов познакомили с информацией о поступлении в высшие учебные заведения в системе МВД России и о прохождении службы в органах внутренних дел. Продемонстрировали экипировку полицейского, шлемы, специальные средства и бронежилеты, а также студенты постреляли из стрелкового тренажера, предназначенного для обучения к стрельбе из пистолета Макарова. Также 24 января 2018 года в МВД России по Ненецкому автономному округу для студентов состоялось знакомство с тремя подразделениями окружной полиции, отделами ГИБДД по вопросам миграции и ЭКЦ. В рамках акции совместно с Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» проведена спартакиада «Студенческий десант-2018». Победителем командного зачета стали студенты Ненецкого профессионального училища, которым 26 января 2018 года в торжественной обстановке вручен Кубок «Динамо» и памятные дипломы. В начале марта 2018 года состоится торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста, получающим документ впервые. Желающим получить документ в торжественной обстановке просьба обращаться в отдел по вопросам миграции МВД России по Ненецкому автономному округу по адресу город Наринмар, улица Ненецкая, дом 20, кабинет номер 7, либо по телефону 40272. О точной дате торжественной церемонии всем записавшимся будет сообщено дополнительно. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 42126. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова